здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в восемнадцатом уроке видеокурса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке я вам покажу виджет эффект с текстом вот в таком необычном виде то есть вы видите такой как бы как будто кусок бумаги согнуты да и на нем вы видите текст этот виджет позволяет записывать слова до 15 букв и он имеет еще анимацию при наведении мыши если я навожу мышь у нас может произойти вот такой вот эффект просто виду мышь и вот так вот гнуться эти элементы давайте перейдем в adobe muse и рассмотрим настройки данного виджета из библиотеки перетаскивая виджет на холст у нас сразу сами встают вот такие вот элементы несколько блоков не пугайтесь это и есть виджет сейчас вы поймете в чем дело сейчас у нас все подгрузится вот подгружаются это один и тот же виджет у них разница только в количестве символов то есть если вы какой-то один виджет выделите у него также появится такая синяя стрелочка справа в углу настроек вам тут пока не видно я вам позже покажу все настройки идентичны здесь у каждого виджета разница только в количестве символов вам нужно сначала определиться сколько вашем слове или словах символов и выбрать из вот этих вот представленных элементов тот который наибольше подходит вам но самый максимальный самый нижний это у нас здесь 15 символов если у вас слова длиннее вам не получится впихнуть сюда недостающие ячейки да то есть только ограничение до 15 символ в общем определяемся какой нам больше подходит а все остальные я просто удаляю с холста я возьму вот этот вот остальные удаляю и так заходим в настройки здесь понятно до 5 букв пишем как бы наше слово и в каждой ячейке по одной буквы я напишу просто свое имя так написали знаешь свое слово дальше смотрите текст сайт то есть это размер нашего текста на этой подложке сейчас я попробую немножко уменьшить чтобы у меня слово на холст помещалось давайте просто сделаем побольше например 40 и enter и в реальном времени размер здесь меняется именно самих букв на вот этой подложке дальше смотрите вот эта высота и длина вот это именно подложки можно сделать побольше сделаю например 60 и здесь тоже 60 они нам длину сделать здесь не обязательно так как у нас короткое слово на дальше смотрите идет left side text color у нас видите как бы идет левая буква и правая то есть вот на изгибах то есть вот на первом изгибе это у нас лет считается то есть f буквы да буква е это вот это right side text color то есть берем смотрите цвет сейчас вы увидите просто визуально вот видите где сменились буквы на левых частях желтыми стали они на правых частях я беру тот же цвет но делаю его просто немножечко темнее вот что как будто бы та сторона скрыта да то есть она в тени находится я сделал немножко темнее даже можно еще чутка опустить те же самые настройки у нас идут ниже left side background color это заливка для левых частей нашего элемента то есть смотрите вы сразу видите по цвету вот видите где покрасилась левая часть да и правой части я принципе делал тем же цветом и остается последняя настройка с киев это скос вот вы видите такие тут скошенные углы да то есть можно сделать их как бы более выразительно более крутыми или скос поменьше то есть смотрите вот как они сейчас выглядят обратите внимание 15 да я делаю 30 enter и вы видите скос круче стал да давайте теперь посмотрим как это все выглядит в браузере да кстати у меня части вот эти не покрасились вот теперь они будут одного цвета идем в браузер и вот видите скос да сделал круче и достаточно эффектно смотрится так причем обратите внимание то буква который у нас в тени более темный да то есть по правым сторонам когда мы мышь наводим она меняет цвет на тот же представляете то есть она меняет цвет такого же цвета как буква f да вот принципе весь вот такой вот виджет надеюсь вы найдете для него применение на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем